На этой неделе мы наблюдали за тем, как в Беларуси белорусские войска вместе с китайскими проводили какие-то учения. И вот накануне Лукашенко заявляет о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Также он поручает отвести войска Беларуси от южных рубежей в места их постоянной дислокации. Виктория, глава КГБ Беларуси, Тертеля, разрядки на границе с Украиной. И также Лукашенко заявляет о том, что будет сейчас с Путиным обсуждать вопрос урегулирования. Как-то так это было сформулировано. Что происходит? Я думаю, это какая-то игра со стороны Лукашенко. Просто на фоне заявлений Буданова об угрозе как раз севера это вот как-то контрастирует очень сильно. Я думаю, что, во-первых, украинская сторона ничего из этого не комментировала. Никаких войск, я уверен, она не отводила. Никакой деэскалации, как они это говорят, белорусская сторона не происходила. Потому что это серьезнейшее опасное направление. С него вообще в Киевскую область заходили. Поэтому я не думаю, что украинские войска отведены. Это может быть игра самого Лукашенко, во-первых, для того, чтобы, ну, если действительно готовится наступление с севера, а Москва может такое наступление готовить, чтобы какую-то часть ответственности снять, и чтобы на него не было последствий за эти действия Москвы. Это первый вариант. Ну, как же, я вот пытался, я свои войска отвел, а то, что Москва идет, ну, что я могу сделать? Это первый момент. Второй момент, это сама Москва могла поручить Лукашенко такой маневр исполнить, что никакой угрозы с севера нет, все отведено, все нормально, а на самом деле напасть потом. Может быть такая история, чисто информационный вброс для того, чтобы обеспечить такую операцию, ее осуществление? Во-первых, потому что мы такое видели. Лукашенко вообще в свое время заявлял, что никогда, Гордонова в интервью, в самый канун выбора в августе 2020 года, говорил, что никогда с территории Беларуси не будет нападения на Украину. Был такое? Бой отмотает, посмотрит это интервью Гордона и услышит это. А тем не менее, это было, понимаете? Нападение в феврале-марте 2022 года, когда началась масштабная кампания военная, это было, сколько людей перебили, понимаете, с белорусской стороны. Так что я не верю в все эти заявления, это какой-то специальный трюк, который осуществляет Минск, для того, чтобы, мне кажется, все-таки более правдоподобная версия, что ему важно зафиксировать свое неучастие, свою, значит, сторону, что он как бы нейтралитет, что он, значит, не участвует в нападении на Украину. Понимая, что если все-таки такое нападение с севера произойдет, то прежде всего ударит даже не по Москве, а то ладно, там с ней так понятно, там продовольствует, а вот по Лукашенко все. Будет он, будет законные мишени, будет делать все, чтобы его убить, и его окружение убить. И это справедливо, это правильно, он несет ответственность за то, что там происходит, за все. Территория суверенной Беларуси, как он заявляет, если будет использован снова как плацдарм, то все. По отношению к нему можно все. Вот и все. Потому что вторую бучу повторять и говорить, ну, знаете, это не Лукашенко, а Беларусь в нынешнем виде оккупированная страна, это вот Россия. Нет, так и бывает. Это так не делается. Поэтому, возможно, это какой-то вот трюк со стороны Лукашенко. Да, возможно, в какой-то степени согласованность с Москвой, но в попытке снять с себя ответственность. Что будет происходить в дальнейшем. Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью, опубликованном 13 июля, что сказал? Цитата. Когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, в военной разведке этого не прогнозировали, и в итоге ничего не было. Однако в тот момент, когда Бур сообщили, что сейчас будет наступление с севера, то все сразу, а может и не будет, говорит Буданов. Он подчеркивает, что атака будет, она уже продолжается. На вопрос, о каком направлении идет речь, глава разведки не стал уточнять, потому что это может спровоцировать панику. Ну, напомним нашим зрителям, что как раз о полномасштабном риске, полномасштабного вторжения российского на территории Украины как раз Кирилл Буданов и предупреждал еще в конце 21-го года. Ну, там много предупреждал, американские спецслужбы предупреждали, президент Байдена как-то говорил. Не, ну, понятно. То есть вопрос не всегда как стоит. Будет новое направление, будет ли попытка нового захвата Киева и так далее. А почему ей не быть? Давайте от противного порассуждаем. Почему ей не быть? Разве Москва изменила свои планы? Она уже детские больницы обстреливает. Ну, почему этого не сделать? До Киева там недалеко. Ну, ближе, конечно, чем двигаться там от Часовой Яры или с левого берега Днепра. Ну, очевидно, что просто так эти планы не остаются. Вот так такое уже было. То есть в феврале-марте же это было? 22-го года было. Почему этому не повторится снова? Какие аргументы против того? Вот Путин не захочет, Лукашенко не допустит. Ну, это же не аргументы, правильно? Вот. Но в целом я могу сказать, что там наверняка на севере это направление, которое вооруженные силы Украины обеспечивают в достаточной степени, на мой личный взгляд. Насколько я понимаю, там огромные минные поля, там специальные фортификационные сооружения. Вот. Подготовлена вся линия обороны с помощью Запада, конечно же. Вот. И представить себе такую легкую прогулку не стоит. Думать, что Москва, у нее есть эти возможности, в принципе. Для того, чтобы повторить этот Блицкрик, мы помним, чем он закончился в феврале-марте 22-го. С высадкой в Гастомеле, движением колонн и так далее, и так далее, и так далее. Маленький момент здесь только один. Я лично считаю, что киевское направление точно захлебнется, они не смогут с севера добиться значительного успеха. А вот Лукашенко, который пострадает в результате этого, это точно будет. Потому что тогда все-таки как-то сошло на нет, Лукашенко начал отыгрывать, там были общения военной разведки Украины и Белоруссии, даже там обвинялись, по-моему, какими-то там шпионами, типа. Вот. Но тезис заключается в том, что в этом случае Лукашенко становится законной целью. Он допустил, и я думаю, ему объяснили, что ты отныне, если вдруг еще раз повторится то, что было в феврале-марте 22-го года, мы будем тебя считать законной целью, Украина будет тебя убивать. Я думаю, в том или ином виде он это понимает. Он в этом случае не дурак, когда речь идет о его безопасности. Может ли это случиться? Может это случиться. Но когда это может случиться? При каких обстоятельствах? Судить сложно. Может быть, в Москве даже выгодно втянуть Лукашенко окончательно, чтобы обратной дороги больше не было. Чтобы он прекратил, значит, играться туда-сюда. А мы вот нет. А мы вот с Путином будем разговаривать о переговорах. Ну, это смешно с Путином разговаривать. Кто такой Лукашенко, чтобы разговаривать с Путином о переговорах? И более значимые лица, которые пытаются разговаривать с ним о переговорах с Украиной, это каких? Которые на его условиях Путина, ультимативных, ну, такие переговоры никому не интересны. Если это переговоры о том, чтобы путем компромисса идти, ну, так Путин компромиссом не готов. Так что Лукашенко здесь попадает, понимаете, как кур в ощупь. С одной стороны, как бы ему это все не надо с территории Беларуси. Там где-то война идет, он может играться с этим. А когда он втягивается, а это безусловное втягивание Беларуси в войну, потому что второй раз это уже будет ответственность именно на нем. Но вот это как бы не улыбается, ну, такая перспектива. Потому что там уже ставки 50-50. Можно остаться в живых, а можно не остаться в живых. Потому что Беларусь, это не Россия, тебе не до Москвы ракете лететь или там в каком-то средстве ином. Это все-таки рядом. То есть надо что, в Китай уезжать или что, или прятаться по бункерам? Но он же такого не хочет, понимаете? Поэтому, да, игра большая идет. И точно поэтому можно определить, что Лукашенко не хочет втягиваться в войну. И не хочет, чтобы в территории Беларуси была новая атака. Видно, что он этого не хочет. Но кто его спрашивает? Поэтому он может вести свою игру, вот такую замысловатую, публичную игру. О том, что, значит, сам он тут ни при чем. Что вот войска Беларуси, там, сама Беларусь. Мы тут ни при чем, ну, а Россия, ну, что мы можем сделать? Но это непродаваемая версия. В Украине она непродаваемая, и Западу непродаваемая. Если пойдет новое нападение с Беларуси, то даже Запад скажет, да, это все. Можно теперь обстреливать Хаймерсом, чем угодно мы еще дадим, чтобы с Беларусью и белорусским режимом было покончено. Ну, я имею в виду с белорусским режимом, и с белорусским народом. У белорусского народа появится соблазн, значит, воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы удавить его и всю его семью. Может такое быть, почему нет? Так что непростая ситуация, я думаю, все не случайно. Все, что сейчас суета происходит, она не случайна. А, кстати, вот то, что китайцы сейчас зачастили в Беларусь, это тоже часть игры? И вот эти совместные учения, там же часть военных пребывала для этих, так называемых, антитеррористических учений, а вот с 9 по 11 тоже была какая-то группа военных относительно материально-технического обеспечения. Смотрите как, ну, Китай раньше все-таки с Лукашенко, и сам Лукашенко тянулся к Китаю, всегда имел отношения с Белоруссией. Ну, вот всегда, и говорить о том, что это вот началось только сейчас, да нет. Лукашенко, с одной стороны, хочет прикрыться Китаем от Москвы, с другой стороны, ну, как, он от Китая зависим, потому что это еще один источник возможного экономического обмена, то есть на какие-то проекты, как что-то, как-то деньги. В-третьих, там говорят, сын его Коленька находится в Китае, я не знаю, правда это или нет, я что-то сомневаюсь, ну, может быть, допустим, он в Китае, допустим. То есть там связь, она горизонтальна есть. Другое дело, что, а вот как Китай может влиять на эту ситуацию? Ну, допустим, он сейчас позвонит и скажет Си Цзиньпину, вот слушай, уговори Путину, чтобы он со стороны Белоруссии не заходил в Украину, потому что это всему конец. А вот это надо сильно Си Цзиньпину в чем-то уговаривать, в это ввязываться, тем более, что Путин к этой ситуации может и не прислушаться. Как раз мне надо решать вопрос, скажем, что мне надо занимать Киев. Поэтому я не думаю, что это сильный союзник в вопросе войны Китая против Москвы. Он ухудшает отношения тем самым Москвы, потому что, ну как, ты стучишь, жалуешься на крупного хозяина, крупному хозяину, на своего соседа, что он занимается, так сказать, во всех отношениях. Это запомнен. Поэтому он тут в таком, знаете, прокрустном ложе Лукашенко находится. Один неверный шаг, и ты уже в могиле. Либо москвичи убьют, либо Украину ударят. Поэтому, да, он будет пытаться прикрыться Пекином, но Пекин, мне кажется, отдает себе отчет, что в нынешнем видео Белоруссия оккупированная страна, все решения принимаются, главные решения принимаются в Москве. Влиять на ситуацию он может только маневренно, Лукашенко, а маневр диапазон его не такая большая, амплитуда не очень большая. Поэтому у Лукашенко как раз сдадут. Если что случится, то Лукашенко пожертвует однозначно. Марк Захарович, еще одна интересная тема. Тут буквально на днях сообщили о том, что министр обороны США Ллойд Остин опять по телефону общался с российским министром обороны Белоусовым, и что примечательно, это такой уже телефонный разговор второй, за последний месяц. Ранее почти год не было контактов между оборонными ведомствами США и России. Как считаете, это маркер того, что ситуация может обостриться? Смотрите как, второй разговор был по инициативе министра обороны Белоусова. Первый разговор был по инициативе Орстина, а второй был Белоусова. Ну, во-первых, они в первом разговоре могли договориться, а по следующему общению какие-то вопросы, которые они обсудили, потребовали второго общения, второго диалога. Но я думаю, что помимо каких-то текущих вопросов, которые касаются отношения, естественно, США, Вашингтона и Москвы, вопросов войны в Украине, это могло еще и коснуться проблемы удара по больнице. Потому что Украина готовит ответ отношения к Москве, и это должен быть адекватный болезненный ответ. Ну, что-то разбомбят или кого-то убьют, ну, то есть это точно за больницу будет что-то. Ну, так обычно в войне и происходит, так сказать. Вы нам, мы вам. Мне кажется, может быть, как-то пытаются смягчить эту ситуацию путем общения с Вашингтоном, именно Белоусова, для того, чтобы американцы не дали средства для такого ответного удара или еще что-нибудь, ну, как-то убедить, что, ну, это какая-то такая недоразумение или еще что-то. Я думаю, что не исключено, что это было частью вопросов, которые обсуждали Белоусов и Осин. А в принципе, конечно, вопросов там много. Используя американского оружия для ударов по российской территории, вот эта километровая зона, куда можно использовать американский оружие для поражения целей на территории Осин. Там много вопросов, наверняка. Это же, они публично об этом не говорят, но мы-то понимаем, о чем они говорят. Они же анекдоты травят. Но вот новый аспект, это вот этот, что месть как бы, а что, собирали крымский мост разрушить или там по Кремлю с паской башни найти ламу-тамагавку, ударьте в ответ за больницу за Ахмадир. Мы не знаем. Мы это вот гадаем, да, но явно есть опасения, что это просто так не пройдет. Что удары, там же не только Ахмадед пострадал, это же ряд объектов было и в Киеве, и в других городах в этот день. Из 38 ракет 30 только было сбито, 8 какие-то упали, какие-то цели достигли, 30 людей, больше 40 людей погибло, там ребенок. Ну, то есть, это сейчас готовится какой-то ответ. Большой ответ для того, чтобы это было тоже очень больно. Очень чувствительно, очень больно. Тем более, в Украине много раз демонстрировано, что она безответно такие вещи не оставляет. Наверное, это тоже мотив, почему стоило Белоусову поговорить с Остином. Мне кажется, такое основание существенное. Ну и, конечно же, не могу не поинтересоваться вашим мнением. Главный итог Вашингтонского саммита НАТО, по вашему мнению, каков? Вы знаете, он предсказуем был отчасти. Хотя я считаю, что поскольку накануне этого саммита случился Ахмадет, могли бы больше дать, больше пообещать, сильнее отреагировать. Но, может быть, это произошло конфиденциально, причем конфиденциальный переговор, о чем-то договорились, и мы это узнаем позже. Но во внешнем это все то же самое. Это слова о неотвратимости членства в НАТО Украины, о том, что помощь на 225 миллионов, это дополнительная система Патриот, это самолеты, которые должны появиться. Но мы же такое слышали уже. Про самолеты-то уже давно-давно слышали. Понимаете? Десятки, несколько десяток самолетов, которые F-16 должны передать Украине. Я бы сказал, от саммита ждали больше. От саммита ждали больше. Ну, во всяком случае, то, что публично озвучивается, то, о чем говорят, это явно недостаточно. Для Украины в условиях войны можно было сделать больше. Замечу, прям конкретно по вопросу обеспечения бесполетной зоны над Украиной, для того, чтобы российские ракеты и другие средства не убивали людей, ну, там же ясно Пентагон прокомментировал. Мы передаем средства, а вы там сами обеспечиваете свою бесполетную зону и так далее. Ну, это, во-первых, средств недостаточно, а во-вторых, ну, НАТО могло бы проявить волю и запустить вообще всю программу с участием собственных сил, средств для того, чтобы обеспечить эту бесполетную зону, потому что Украина одна не справляется. она не справляется, ну, не справляется, не хватает ни средств, ни специалистов, не хватает, территория большая, народу много. Этого тоже не произошло. Хотя это обсуждалось, потому что это даже был прокомментированный вот Пентагон, как я выше сказал. То есть, это проблемная зона, потому что Запад все еще находится в плену иллюзии о том, что любое его действие, даже самое невинное, может привести к ядерной войне и вот всему утекающему языку. И из этого исходят вот эти вот консультации и договоренности с Москвой. Вы не делаете это, мы не делаем это. Вы не... Москва требует, чтобы не форсировался вопрос членства НАТО Украины, а Запад, в общем, ничего определенного взамен не получает. Наверное, о чем-то договарится, о чем-то просит, но не вижу особых подвижек в вопросе войны. Может, какие-то другие вопросы, касательно отношений Москвы и Вашингтона, но то, что касается войны, что Москва соблюла? Что не заходить в Харьков, значит, она пыталась это сделать? Ну, много чего. Поэтому я бы сказал, что в целом оценивая саммит, ну, такой нейтральный оценок. Не плюс, не минус вот такая, которая могла бы быть больше и выше условий войны, но оказалась такой, какой есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова